Всем большой-большой привет! Всем здравствуйте! Вы на канале Дневник обычной женщины. Меня зовут Ирина и я снимаю влоги о своей личной жизни. Живу я в Казахстане, город Караганда. Сегодня по плану у меня опять идут осенние заготовочки. Сегодня буду делать аджику, которую вареную, варить и убирать в погреб на хранение. И собрала где-то ведра полтора яблочек. Что-то буду делать с яблочек. Что, пока еще не знаю. То ли повидло, то ли варенье. Ну, придумаю. Сейчас начну с помидор, а там дальше видно будет. Вот, смотрите, сколько у меня получилось помидор. Но я ничего не взвешивала, все делаю на глаз. Чесночок и острый перец тоже. Там он у меня в помидорках где-то затерялся. Надо его, кстати, отдельно собрать. Все. Вот я поставила мясорубку свою страшную старую. Сейчас я все это перекручу. Тут у меня замоченные яблочки. Закончу с аджикой, поставлю варить, а потом переключусь уже на яблоки. Надо же свою униформу одеть. Чуть не забыла. Сейчас здесь будут брызги, все будет в помидорках. Ух ты, собрала скрутить. Я чашку-то не приготовила. Пойду искать чашку. Нашла чашечку. Сейчас я быстро перекручу вот это вот и поставлю уже варить. Буду делать вареную, как я уже сказала, по банкам и по грибочек. Свежую я тоже буду делать, но попозже. Трехлитровую банку сделаю, на покушать и оставлю. В холодильнике буду, в общем, держать. А это все уберу. Не знаю, как я правильно собрала, неправильно. Сейчас попробую. Нет, все правильно. А то я без мамы не пользуюсь мясорубкой. Я всегда своим измельчителем. А тут много, думаю, нет. Буду этой. Мясорубочкой перекручу. Ну, сейчас я отключусь. Уже когда перекручу, потом включусь, чтобы вам не жужжать здесь над ухом. Помидорки мои крутятся. Смотрите, вот такой перчик я буду ложить, потому что мы любим очень-очень горький. Два я уже прокрутила, и вот у меня еще сколько его. И то потом попробую. Если мало, то еще добавлю. Ой, по-моему, здесь... Он, видите, вот такой мясистый. Семена не убираю. Специально, чтобы было погорче. Все, сейчас докручу, вот сюда переливаю. В этой кастрюльке буду варить. Вот, смотрите, чуть-чуть не половина. Чуть-чуть не хватает до половины кастрюльки. Все, сейчас закипит. Буду добавлять специи. Соль, сахар. Жду, пока закипит стою. Сейчас кручу и думаю, да? Вот я тупанула. Я же могла сварить целыми эти помидоры кусками, да? И потом заблендерить. Нет, я достала мясорубку, перекрутила все. Когда можно было это сделать, было блендером. Про яблоки главное я держу это в голове, что я сварю кусочками, потом заблендерю. А про помидоры вылетела напрочь. Двойную работу сделала. Ну, ничего, уже вон я на мясорубку убрала. Ладно, будет мне урок. Сейчас закипит, я убавлю. Как я уже говорила, у меня все без рецептов. Я все делаю на глаз. Вот примерно посмотрела, сколько мне надо сюда перца, чеснока. И также сейчас соль и сахар положу на глаз. Но положу, наверное, ложку соли, две сахара, что ли. А потом попробую. Не знаю, сейчас соображу, в общем. Пусть пока варится. Что-то стояло, думала, думала. Наверное, положу полторы соли. Что-то многовато здесь. А потом уже буду пробовать, если что, добавлю. Положу полторы соли и три сахара. Я люблю, когда сахар в горечи ощущается. Три сахара положим. Раз, два, три. Все, сейчас пускай уже кипит, проварится. А потом попробую, если что, добавлю. Некоторые еще добавляют подсолнечное масло. Но я, наверное, не буду добавлять. Мне кажется, это уже потом будет похоже на салат. Мне кажется, на хранение это же не... Или чуть-чуть добавить, не знаю. На хранение это не отразится, что без масла. Сейчас подумаю, в общем. Кипит у меня уже где-то минут 15. Попробовала. Мне кажется, маловато все-таки соли. Все-таки здесь, наверное, литра четыре будет. Добавлю я еще вот неполную ложку. Пусть лучше будет посоленее. Это же все-таки как приправа идет. Сахар хорошо чувствуется, а вот соль нет. Масло решила не ложить. Не хочу что-то... Сейчас масло такого качества не очень. Пусть будет натурально все. Так, девочки, мальчики. Я приготовила четыре банки. Постерилизовала их. Сейчас я опущу камеру. Вот что у меня получилось. Сейчас буду разливать. Там, видите, у меня перчик плавает. Мне показалось, что горечи маловато. Я еще один цельный бросил и проварила. Вот. Но я его не буду в банке. Я его сейчас уберу. Все, добавляла только соль. Вот еще мне показалось, что мало соли. А так остальное все вроде бы нормально. Сейчас он остынет вообще. Я надеюсь, мне здесь останется на пробу. Сейчас разолю, посмотрю. Сейчас постерилизую крышечки, закручиваю и все. Так же под шубку и до утра, а потом в погреб. Вот еще одна проблема моя решена. Сейчас перейдем к яблочкам. Но яблочек там тьма-тьмущая. Это до вечера хватит. Резать эти яблочки. Ну, а куда деваться? Надо перерабатывать раз. Надеюсь, я с банками угадала или нет. Сейчас посмотрим, что-то лью. Ну, и вот здесь еще много и много. Вот одна банка у меня такое горлышко интересное. Закрутится она или нет. А то еще сейчас банку переливать придется. Так вот. А у меня осталась одна баночка. Наверное, маловато. Еще придется. Перчик назад. Перчик назад. Да, еще, наверное, одну полулитровую сделаю. Остальное уже будем доедать. Попробовать тоже же надо. Вот так. Вот такую еще одну баночку я нашла. Не нашла полулитровую. И все равно у меня, вот смотрите, еще литра. Ну, грамм 700, наверное, осталось. Ну, решила оставить это. Сейчас кушать будем. Пробу будем снимать. В общем, крышки у меня застерилизовались. Сейчас пить. Закручу. Упала поварешка у меня. Закручу и под шубу. И начну яблочками заниматься. Все. Вот последнее остается нам на покушать. Прямо с этим перчиком туда. Перчик тоже съедим. Все. Остальные я убрала уже под куртку. Там у меня получилось 5, что ли, банок. Я уж сама забыла. Или 4. Тут у меня одна банка крышка не подошла. А сейчас гляну, сколько там, 4, по-моему, она. Нет, 5. 5 банок. И вот это вот шестая, которую мы будем пробовать. Все. Сейчас пойду кассирю эту помою. Потом будет у нас перекур на обед. Потом буду продолжать дальше. Ну, все, девочки, мальчики, мы пообедали. Принялась я за яблочки. Смотрите. Сейчас я их пересыплю сахаром. А потом буду уже мыть посуду. Пусть они напитываются соком. Пока резала, чуть не чокнулась в ведро. А то, наверное, и больше нарезала. Сейчас проварю их. А потом блендером и будет повидло. Сейчас засыплю сахаром. Пусть стоит. В общем, ранее так получилось слишком много. И я решила их разделить. Половину сварю в своем медпанказике. А половину в кастрюльке. Так будет лучше, наверное. В гараже газ включу. И здесь на кухне. И все постепенно переварится. Сахар тоже буду сыпать на глаз. На повидло ничего страшного. Вот так, наверное. А сюда сейчас принесу еще сахарочку. Вторую порцию я решила добавлю вот эти апельсинчики. И вот эту вот тыклу. Сейчас все вот сюда сделаю. И добавлю. Режу тыкву, смотрите. Своим ножичком. Очень хорошо режет и очень быстро. Я режу хаотичными кусочками, потому что я все буду блендерить. В общем, у меня вот здесь одна тыкла, яблоки и два апельсина. Не знаю, думаю, может быть апельсин будет мало. Тогда добавлю. А может быть и хватит. Посмотрим. Вот я все нарезала, засыпала сахаром. Тут у меня внизу яблоки. В общем, апельсин и тыкла. Сейчас все это пропитается. И буду варить. Варить буду, наверное, так же 2-3 дня. Понемножку. Нет, два, наверное. Повидло, чего его варить. За два захода, наверное, свариться. Разорлю по баночкам. Ну, сблендерну все это. Проварю и по баночкам. Девочки постояло часа 2. Боже мой, какой аромат апельсина идет. Сколько дало сока. Ой, красотень. Красотень. Прям апельсин, апельсин. Ой, я представляю, это будет очень вкусно, я думаю. Девочки, мальчики, у нас уже утро второго дня. Смотрите, два раза я его закипятила. Вчера вечером и сейчас утром. Сейчас оно немножко подостыло. Сейчас буду блендерить. Но аромат невероятный на весь дом стоит. Прям пахнет натурально апельсином. Я даже не думала, что два апельсина дадут такой аромат. Девочки, я уже заканчиваю весь процесс. Заблендерила. Вот еще раз закипятила. Сейчас буду разливать по банкам. Видите, какой цвет. Как у настоящего повидла. И мне очень нравится, что пахнет апельсином. Прям сильно пахнет. Ярко выраженный такой аромат. Вот, видите, буду разливать. Вот оно такое у меня получилось. Сейчас посмотрим, сколько банок на вкус. Все нормально. Мне нравится. Сахар все я угадала. С банками не знаю, угадала, нет? Банки у меня уже кончаются. Есть которые винтовые крышки. Так я крышки в этом году не купила. Надо вот, как выйдем в магазин, купить крышки. Потому что банок таких много, а крышек нет. Да, наверное, банок мало я помыла. Четыре банки. Еще две, наверное, надо будет. Кто-то там у меня спрашивал, подписываю ли я свои соленья. Неа. Мама подписывает, а я что-то дед. Наверное, вот здесь на крышках маркером напишу, что это с апельсином. У меня почему-то нет привычки подписывать. А мама и год пишет. И что это пишет. Вот это придется подписать. Так, вот видите, что у меня здесь еще две. А то, может быть, и три банки выйдет. Пошла банки искать. Вот, девочки, накрутила я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И седьмая неполная будем кушать. Это вчерашняя моя аджичка. А сейчас приступаю к следующей заготовке. Это мои кабачки. Перчик. Опять будет лягушка на болоте. А куда деваться? Надо перерабатывать. В общем, я решила сегодня уже ударную дозу сделать. Надо добить мне уже вот эти кабачки. И у меня там потом только останутся уже на ананасы. Вот эти вот еще ананасы сделаю. И сегодня надо мне добить первую порцию яблок. Я же хотела просто яблочное повидло сделать. После того, как я сделала с апельсином и с тыквой, мне очень понравилось. Я думаю, яблочное у нас точно никто кушать не будет. И я поехала, купила еще два апельсина. Сделала просто яблочное с апельсином. Но там уже будет чуть меньше. Может быть, литра четыре. Но все-таки его же надо доделать. Банки надо пойти опять принести. Намыть, настерилизовать, разлить. В общем, сегодня целый день опять убью на эти заготовочки. Ох, и вкусно же мне будет зимой. Мне они уже ночами снятся. Я глаза закрываю и передо мной банки, банки, банки. Пошла банки мыть. Ну что, сварился наконец-то мой салатик. Банки я намыла, настерилизовала. А, сейчас добавлю уксус и будем разливать. Уксус я буду добавлять полторы столовых ложки на вот эту вот кастрюльку. У меня свои везде рецепты и свои дозировки. Вот, смотрите, одна и еще половиночка. Уксус у меня эссенция, кислота уксусная. В микроволновке банки ищут уже, что пора вытаскивать. Сейчас будем закладочку делать. Вот моя красота. Сейчас перемешаю. На вид мне очень нравится. Красивый, да? Не, он и на вкус хороший. Я же уже не первый раз делаю. Минимум затрат и какая хорошая закусочка. Хоть на завтрак, хоть куда. Приготовила 5 литровых банок. Не знаю, видно вам там или нет. Не знаю, сколько получится. Сейчас посмотрим. Смотрите, вот такие 5 красивых баночек у меня получилось. Я почти уже у финиша. Сейчас еще перекручу апельсинки и поставлю варить этот яблочное сорти свое. И на сегодня все. Буду закругляться. Вот так я порезала апельсинки. Сейчас на этой своей бандюрины быстро измельчу. Яблоки я уже поставила. Вчера они у меня кипели минут, наверное, 20. И сейчас поставила. Я забыла, как она у меня закрывается. Все, апельсин вместе с цедрой делаю. Вот так измельчается. И в чашку туда яблоко. Вот и все. Два апельсинчика у меня было. И пол ведра для таранеток там. Вот, видите, включила газ. Сейчас еще раз прокипячу хорошенько. Потом блендером и все. И по баночкам. Опять у меня фартук на пекрень. Все, закипает мои яблочки. Не знаю, сколько минут еще поварится. Ну, полчаса точно, наверное, пока еще жидковатые. И все. На сегодня все. Пишите мне комментарии. Задавайте мне свои вопросы. Высылайте свои рецептики, если кто-то знает интересные рецепты. Допустим, вот что-то еще с апельсинчиком, например. Ну, вообще, если у кого-то есть интересные рецептики, делитесь. А я буду с вами прощаться. Пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok